Функция синхронного перевода в Zoom очень полезна, но понимаю, что нужна она далеко не всем. Смысл в том, что в Zoom создается дополнительный аудиоканал и участники конференции сами могут выбрать, слушать ли им язык оригинала или синхронный перевод. Настраиваем. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Имеется в виду вот такая вот функция. Давно никто не задавал мне похожих вопросов. И, может быть, это как раз тоже аргумент, чтобы не сильно привязываться к технологии. Я выбрал русский канал и не слышу, что говорит польский спикер, а только перевод. Для того, чтобы подключить функцию синхронного перевода, во-первых, вам нужен аккаунт не ниже бизнес, то есть платный тариф. Во-вторых, нужно проверить, чтобы функция перевода была подключена. По-моему, она включена по умолчанию, но на всякий случай. Это у нас расширенные настройки на конференции. И в-третьих, вот это мне не совсем понятно, может я не нашел какую-то галочку, хотя обыскал все. В-третьих, нельзя подключить перевод, когда вы запускаете конференцию прямо из приложения. Для того, чтобы добавить функцию перевода, вам нужно запланировать конференцию отсюда и включить перевод или отсюда и включить перевод. Можно добавить адрес человека, который будет переводить, если вы его знаете заранее и уверены, что он войдет под своим аккаунтом, но можно добавить переводчика и потом. По-моему, так проще. Окей. Запланировали. Настал час икс. Запустили. И у нас появляется вот такой земной шарик, как бы намекая, что весь мир теперь в ваших руках. Но при этом пока у нас тут нет переводчика, это логично, потому что пока я тут вообще один. Копируем ссылку, отправляем участникам. Участник заходит. У него тут земного шара нет, поскольку пока у нас тут перевод вообще не организован. Исправляем. Теперь мы можем назначить переводчика. Кстати, доступ к настройкам перевода имеет только организатор конференции. Выбрали Вова Ломова и назначили ему перевод с английского на русский. И не забудьте нажать на начать. Соответственно, у человека появляется сообщение, что ему назначен переводчик. Не по-русски написано. Имеется в виду, что он назначен переводчиком. И ему говорят, что он переводит на русский. Это, кстати, условно. Русский, английский. Если он начнет переводить на японский, Zoom ему не предъявит. Так что если вы собираетесь переводить на какой-то экзотический язык, которого нет в предустановленных, ничего страшного. Переводите, просто предупредите, что в канале английского зрители услышат перевод на саамский. И также в процессе конференции переводчик может поменять канал. В таком случае он будет переводить на английский. Ну и собственно, в чем смысл? В том, что у всех участников конференции также появится земной шар, и они сами смогут выбрать, какой канал им слушать. В таком случае они будут слушать вообще оригинальную дорожку и не слышать переводчиков. А в таком случае они будут слышать англоязычных спикеров и переводчика, который переводит на английский, если у вас таковой назначен. А в таком случае, соответственно, они будут слышать русскоязычных спикеров и переводчика, который переводит на русский. Спикерам тоже, кстати, надо выбрать канал, в котором они будут сидеть. Ну то есть язык, на котором они будут говорить. Ну и соответственно вы можете назначить сюда несколько переводчиков на разные языки. А вот подключился еще один Владимир. Нажимаем на добавить переводчика. Он его почему-то не находит, но если удалить бэкспейсом, то он покажет всех, кто есть в конференции. И вот этого Владимира мы назначаем переводить с русского на английский. Опять же не забывайте нажать обновить. При такой конструкции у нас есть перевод в обе стороны. То есть переводчики на русский и на английский как для аудитории, так и для спикеров. Однажды меня эта функция просто спасла, когда я настраивал прямую трансляцию со спикерами, говорящими на двух языках и переводчиком. Честно говоря, я и сейчас с трудом представляю, как это можно сделать, если не через Zoom. Все любите друг друга. Мир не так уж мал, сказал один дембель. Это я к тому, что… Да не важно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.